Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка заказа по 12-му каталогу плюс новинки 13-го. Очень много новинок. Итак, поехали. Заказ на 100 баллов, даже чуть больше. Много интересного. Причем-то давайте прям начнем с самого интересного, пожалуй. Так, смотрите, что это у нас. Это набор для уборки пыли. Артикул 910-532. Интересная очень штука. Убирать пыль там, где вы не достаете. Есть такая здесь насадочка даже, чтобы убирать пыль, допустим, в труднодоступных местах под холодильником. Где-то, где узкое расстояние. Смотрите, показываю вам всю информацию подробно. Длина ручки и так далее. Можете все посчитать. Давайте распаковывать. Смотрим. У нас вот такая вот ручка, достаточно длинная. Вот даже в кадр не влезает. Вот влезла. Она телескопическая. То есть она еще многократно, многократно выдвигается. Я прям отдельный обзор на эту штуку сниму, где ей буду убираться. И как. Слушайте, она очень длинная. Максимальная длина. В карточке товара надо посмотреть. Видите, здесь сколько много делений, скажем так, которые можно выдвигать. То есть прям очень-очень длинная. И у нас две насадки. Первая вот такая ворсистая, довольно мягкая микрофибра. И она вот так выглядит. Внутри чувствую там какой-то плотный стержень. Она у нас с вами вкручивается. Так, вкручивается. Вот так. До конца. Сейчас вкрутим. И вот таким образом выглядит. То есть даже вот в самые высокие, такие прям труднодоступные места, она залезет. Классная такая мягкая штучка, прикольная. Так, смотрим другую насадку. Выкручиваем. И другая насадка у нас как раз, она больше предназначена. Ну, в принципе, тоже для поверхности, но и можно вот для пола, для труднодоступных мест. Мой любимый, кстати, цвет. Вот вылез волосок, видите, уже из этой щетки. И она, насколько я знаю, гнется, если я не ошибаюсь. Гнется? Нет, она не гнется. Нет, она гнется в смысле, но не фиксируется в этом положении. Я думала, она будет фиксироваться. Внутри у нас здесь с вами пластик. Да, просто пластик. Вот видите, какой фокус. Обычный пластик. То есть она в этом положении не фиксируется, но гнется хорошо. То есть вот сломать ее нереально, мне кажется. Такой хорошенький пластик. Здесь микрофибра, чехольчик, который можно потом будет снимать и свободно стирать. Я думаю, никаких проблем с этим не возникнет. Удобно, удобно. Прям вот так вот подлез, везде под холодильничком, везде протер. Все вымыл, красота. Слушайте, штука интересная. Мне пока нравится. Все отлично. Складываем сюда. Потом обязательно подробные обзоры на всю длину ее с вами разберем. Все сниму, все покажу. Так, давайте дальше в отдельном пакетике. У меня в основном то, что брала по купонам. И новинки, конечно, тоже. По купонам очень выгодно брать БАДы, особенно молекулярные. Поэтому я запаслась. Смотрите, взяла вот такую вот новиночку на 14 порций. Поэтому взяла две штуки. Велнос. Это у нас с вами фитоконцентрат для контроля веса. Но еще он идет. Это перевыпуск. Как бы у нас было что-то похожее. Но, говорят, вкус изменился. Будем пробовать. Не только для контроля веса, но еще дарит бодрость. То есть, такой эффект энергетика здесь тоже присутствует. Смотрите, показываю подробно состав. Шиповник, сок апельсина, чай мачо, ароматизатор лимон. Так, зеленый чай. Вот плодов гуараны. Почему как бы и энергетический эффект здесь тоже есть. Поэтому предлагаю это дело пить в первой половине дня. Я, например, буду где-то через час после завтрака. Здесь у нас 14 порций получается. И добавлять мы будем с вами одну чайную ложку с горкой. 6 грамм порошка. Тщательно размешать 150-200 воды. Так, можно сейчас на момент одушки, на момент привкуса потестировать. Одну открыть. Как же я соскучилась по новиночкам. Прям не представляете. Обожаю распаковки Фаберлик. Знаю вы тоже. Пахнет вкусненько, ненавязчиво. Вроде сказали, что он стал менее сладким, менее приторным. Обязательно с вами в следующих роликах все будем подробно пробовать и тестировать. Так, дальше. Вот такой новый у нас травяной сбор, поддержка зрения. У меня как бы со зрением все нормально. И у меня в семье у всех тоже. Но для профилактики, я думаю, не помешает. Пробить. Здесь прекрасный состав. Опять же, вам поближе показываю. Зеленый чай, перечная мята, шиповник, пустырник, фенхель, отрубик, крапива, черника, брусника. Артикул 158-89. Видите, здесь 20 фильтров пакетиков. Во всех сборах 20 фильтров пакетиков завариваем и пьем. Все сборы Фаберлик мне нравятся. Мне нравятся вот на самом деле. Так, дальше. Лицетин комплекс. Повторила. Очень его люблю. Это у нас с вами. Фокус не хочет на блестяще фокусироваться. Поддержка печени. Поддержка многих, кстати, органов. Артикул 158-10. Вот как раз. Так, давай нам не порть фокус. Уберем тебя. Как раз по купонам все это дело набрала. Поддержка сна и биоритмов, по-моему, я беру первый раз. Буду пить. Расскажу вам обязательно об эффекте. 158-47. Ну, фокус вообще не хочется посмотреть. Расскажу. Обязательно подробно буду пить. Подробно потом все буду рассказывать. Поддержка кишечника. Очень интересный бат. У меня нет проблем с кишечником. Но каждому не повредит. Потому что не все мы питаемся так, как нужно. И кишечник поддерживать, конечно, тоже нужно. В качестве биологической активной добавки содержащий гентерол и источник антрохинонов. Оно как. 150-186 артикул. Дальше. Секреты Востока. Давно не брала. Вот я очень люблю пропивать этот бат. Осень-весна. Потому что он тоже дает нереальное количество энергии. Прилив сил, бодрости, просыпание как-то становится легче, что ли. Я пью по одной штуке натощак. Или по две. Я забыла уже, девчонки. По две, по-моему. Да, по две. По две штуки. Забивая стаканом воды. 157-10. Я пью натощак. Вот. Поэтому мне очень нравится. Я чувствую эффект. Я чувствую бодрость. Я чувствую, что мой организм себя чувствует потрясающе. Нравится. Люблю периодически. Вот осень-весна. Магний. Магний взяла еще, потому что сейчас даю его и Ксюшке. Очень важно. Особенно сейчас учебный процесс. Тоже детям. Магний очень-очень нужен для правильного развития. 158-01. Поэтому нам с ней на двоих теперь нужно гораздо больше. Обязательно. Живица. Живица обязательно. Начинается школа-садик. Здесь 90. Капсул. Артикул 158-62. Именно с живицей. Моя старшая дочка находила в садик. Она начала ходить в садик без болезней. Поэтому это обязательно прям как отчинаш. Дальше. Мастоп. Я только допила первую баночку. Вот как раз вторую хочу пропить курсом. Это профилактика мастопатии, различных маститов и так далее. Этот бат, который очень многих вытащил из предоперационного состояния. Я сейчас вот не вру, потому что я этих людей знаю лично. То есть врач ничем помочь не мог. А вот это чудо-средство пропивать надо месяца-два желательно. А баночка у нас с вами здесь 30 штук. А пьются по 2 на полмесяца. 157-97. Это если есть какие-то проблемы. Если нет, вот я лично пропиваю 2 баночки для профилактики раз в полгода. И мне достаточно. Так, едем дальше. Новиночка. У нас с вами появляется вот такой вот гель для душа Ботаника. Я взяла там, по-моему, 2 каких-то аромата. Но так как я очень люблю сейчас лакрем мицеллярный. И вот такие вот с яркими отдушками мне почему-то не хочется. Но взяла все-таки один попробовать. Это Кум Кват и цветок мандарина. Должен быть каким-нибудь свеженьким. Объем огромный. Просто 400 миллилитров. Артикул 36-14. А стоит копейки. Густенький. Такой вот хорошенький. Густенький. Ноги Ботаника. Они достаточно густые. И очень хорошо пенится. Мандарином. Я не знаю, как пахнет Кум Ват. Но мандарин с каким-то очень приятным цветочком. Приятно пахнет Кум Ват этот. Судя по всему, очень приятный аромат. Не приятный, не бьет в нос. Вот такая вот свежиночка. Вы знаете, мне понравился. Класс. Да, у них как раз мицеллярный. А, нет, не мицеллярный, девчонки. Это тоже новинка. И я взяла два продукта из этой серии. У нас появляется в серии Ла Крем. Оливковое масло и молочные протеины. Получается оливковое масло. Да, с оливковым маслом. Линеечка. 23-26 артикул. Должно очень круто увлажнять. Вообще гель Ла Крем для душ я очень люблю. А душка парфюмерная, невероятно нежная. То есть оливкой здесь не пахнет, не бойтесь. Но достаточно ярко выражена. Если вот мицеллярный гель для душа практически никакой душки не имеет, здесь она яркая. Знаете, такая сладкая парфюмерная душка. Вот сладкая прям. И из этой же серии взяла Дейзик попробовать. Многие очень хвалят дезодрант Ла Крем. Я давно их не брала. Это антиперспирант. Что круто. 23-23 артикул. Большие шарики у Дейзиков Ла Крем. Фокус. Вернись. Никакой не хочет фокусироваться на дезодранте. О, сфокусировался. Так, сейчас мы его повертим. Тяжело как вертится-то. И посмотрим отдушечку. Слушайте. Ой, а у Дейзика приятнее отдушка, чем у геля для душа. Она еле-еле уловимая и свеженькая. Вообще не похож на гель для душа, слушайте. Вот вообще не похож дезодрант на гель для душа подушки. Поэтому у дезодранта приятнее. Гораздо приятнее. Такая новиночка, которую я не брала как новинку в прошлом периоде, потому что мы были за границей, не было возможности. А вот сейчас приобрела. Это у нас с вами Витамания. Юзу и Маракуйя. Я взяла и гель для душа. Ну, кому-нибудь, может, на подарочки. Сейчас скоро 1 сентября. Вот это все вот начинается. Поэтому такие вещи, они пригодятся однозначно. И мыло. Так, гель для душа у нас с вами 2017 и 2018. У нас с вами мыло. Артикул. А гель для душа 380 миллилитров. Здесь 300. Давайте потестируем на момент. А, душечки по густоте. В принципе, такой же, как Ботанька. Не вижу. Яркий. Вкусно Маракуйя пахнет. Очень яркий, сочный такой аромат. Бывает, что в одной линейке запахи разнятся. Нет, здесь один в один. Что гель для душа, что мыло вообще одинаково пахнет. Одинаковая консистенция. В общем, все одинаково. Сейчас лишнюю стороночку уберу, чтобы нам с вами не мешалось. Все одинаково, вообще одинаково абсолютно пахнет. Никакого отличия. Яркие, а душки такие сочные. Так, дальше новиночка. У нас выходят еще салфетки детские в серии. Ума. Я набрала кучу, потому что больших салфеток на нашем складе уже нет. Как и ожидалось, их быстро разобрали. Хорошо, у меня дома есть небольшой запас. Смотрите, я взяла. Раз, два, шесть. Девять, десять. Одиннадцать штук я взяла. О, как. Одиннадцать штук. Давайте смотреть, что к чему. Здесь 15 штук. Цена смешная. Легко очистит пятна чернил с кожи. Даже, о, как написано. Три плюс. Так, информацию и состав, кому интересно, я вам сейчас покажу. Ага. Где у нас в своем состав? Нажмете на паузу и почитайте, кому все это дело интересно. Так, способ применения. Вот у нас с вами, кстати, состав. Вот. Смотрите. Давайте открывать. Открываются они, в принципе, обычно. И выглядят они по-другому, нежели салфетки из той серии. То есть, это обычные вот такие салфеточки, но довольно большого размера. Если там у нас были они рифленые и побольше немного, да, и с рисуночком. Здесь просто вот такая вот ткань. Одушка приятная. Запах чистоты. Очень похож на одушку прошлой детской линейки Faberlic Baby. Там бы тоже были салфетки. Похож аромат. То есть, это такой вот запах чистоты и свежести. Чистоты и свежести. Детскими какашками не пахнет. Нет. У некоторых была такая ассоциация, кстати, с прошлыми салфетками. Нет. Прям вот запах чистоты и свежести. Хорошо. Тянутся, не рвутся. Вот смотрите. О, как. Пропитаны. Тоже хорошо, но они не пенятся. Так как вот те салфетки, те салфетки прям в руке начинаешь тереть, они пенятся. Они больше такие вот очищающие. Они пропитка у них совершенно другая. Да, здесь нет, они не пенятся. Пропитаны хорошо, но ничего, видите, не течет. Прям вот золотая серединка. Слушайте, классно. О, мне нравится и аромат нравится. Здорово, что набрала так много в запас. Потому что сейчас вот разберут по-любому. Все очень ждали. Дальше. Взяла сразу полноразмерку воды «Алхимик». Сфокусируйся, пожалуйста. Вот так у нас выглядит коробочка. Все в слюде, все приходится штрих-кодом. Сейчас откроем. Взяла полноразмерку, но там копейки выходят. Вообще она дешево сейчас в этом каталоге. Поэтому не стала с пробником заморачиваться. Потому что отзывы вот прям совершенно разные. Кто-то в восторге, кому-то похож на... Забыла, какой аромат, девчонки. Все забыла. Известный. 3300 артикул. А кто-то сказал, что нет. А кто-то сказал, что мужская вода. Прямо вот интересно стало. Так что сейчас потестирую. Вам расскажу свое мнение. Ароматы описывать не буду. Ноты описывать не буду. Флакончик красивый, презентабельный. Крышечка. Все отлично. Да, ланвин. Ланвин аромат, да, по-моему, если не ошибаюсь, девчонки. Модерн принцесс? Нет, я ошибаюсь. Похож. Здесь есть такая нотка интересная. Горьковатая, немножко зеленая. Я подозреваю, что именно из-за нее кому-то могло показаться, что это мужской парфел. И она вот такая, пока горьковатая. Но аромат интересный, аромат имеет место быть. Да, действительно похож, но нет такой сладости. Здесь вот я чувствую вот эту горьковатую нотку, что это интересно так шлейфит. Я сейчас на руку себе пока на пшельку, и на себя, и на одежду. В конце ролика еще немножко поговорим об этом аромате, потому что я пока не пойму. У меня вот, а, я поняла, здесь есть шипровая нотка. Сейчас, когда я вот на руку напшикла, я ее ощущаю. Она исчезает почти сразу. Она почти сразу исчезает. Из-за этой шипровой нотки тоже. Аромат можно отнести, в принципе, к разряду не секс. Да. На мужчине он тоже может раскрыться. Но нет, конечно, это женский аромат однозначно. Сейчас вот пускай он побудет у меня на коже, и потом я вам еще о нем повещаю. Так, взяла прокладки, появились на складе, слава богу, на центральном, ночные, свои любимые, с анионовым чипом, которые изумительно просто впитывают. Абсолютная защита от протекания. Артикул 112-95. Здесь 7 штук. Потрясающие вещи. Лучше их нет. Вот что только не пробовала. По Випу взяла. По Випу сейчас 3 продукта могу взять. Уже забыла, что взяла. Что-то из падок, наверное, может быть, из кремов. Парфюм для стирки. Давно не брала фиолетовый. Хотя больше люблю желтый и зеленый, но для разнообразия чередую все. 308-47 артикул. Стираю чехлы на диваны, на кресла. Стираю постельное белье, полотенца. И всякие вот такие вот вещи. Шторы. Действительно, аромат активируется при движении. Чехол достаешь. Через месяц, через два из дивана. Вот он там заткнут. И прямо оттуда начинается аромат. Хотя стирала два месяца назад. При движении действительно активизируется. Поэтому очень рекомендую. По Вип-программе вообще выгодно такие вещи брать. Так, едем дальше. Дальше у нас с вами в линии экспертов, в серии экспертов, новинки по уходу за кожей. За пигментированной кожей, скажем так, для борьбы с пигментацией. Я вообще прошлую серию не очень любила. Там у нас не было пилинга. Пилинг я, конечно же, взяла. Там был у нас осветляющий крем и как-то отбеливающий крем. Ну, в общем, два. Они мне не нравились. Они лежали на коже отвратительной маской. Но я знаю, есть девочки, которых любили. И применяли вместо тонального средства. Вот крем с моментальным высветляющим эффектом. Я не подружилась с этой серией вообще. Будем тестить эту. Здесь у нас с вами есть пилинг. TXA пилинг. Очень интересно. Сейчас скоро осень. Пилинги уже можно начинать. Смотрите, здесь транексамовая кислота. Аффективный отбеливающий компонент, который подавляет синтез мелатонина. Вообще круто. Молочная кислота и гликолевый. То есть должен быть такой мощный продукт. Здесь 30 мл. И артикул 120.07. Как он выглядит? Все, с вами в следующих роликах потестируем на себе. Как он выглядит. Вот такой флакончик. Я думаю, он жидкий у нас будет. Гелеобразный, наверное. Фокус. Фокус. Так, и дальше. Все-таки взяла крем ночной отбеливающий и дневной отбеливающий крем с 15 СПФ. Будет он, скорее всего, тяжеловато. Дневной 120-34. Ну, просто если это на подобие прошлой визники, то, скорее всего, я тоже не подружусь. Кремушки все приходят вот так запечатаны. И вот как он выглядит. Плотный крем. Прям плотный, смотрите. Ну, и он по консистенции, вот, конечно, похож на крем с СПФ. Ну, так не сказать, что жирный. Слушайте, кожа потом такая бархатистая, приятная и как бы монтированная. Будем тестить на лице обязательно. Так, и ночной у нас с вами 1208 артикул. Тоже запечатанный. Все. Отличненько. Ночной отбеливающий крем. То есть мы спим, а у нас с вами крем отбеливает. Он полегче уже, нежели дневной. То есть он без СПФ. У нас и он такой вот сразу практически, смотрите, на кожу тает. Отдушки я практически никакой не ощущаю. Еле-еле такая приятная. Вот. Едем дальше. У нас с вами в новинках. Почему-то в вип-новинках был мист. Я не знаю, почему он был. Он же у нас уже был давно. Океану. Он пропадал, наверное. Увлажняющий мист для кожи и тела. Для волос и тела. Для лица и тела. Да, для волос, кстати, тоже можно его использовать. 120-20 артикул. А я не знаю, почему он в вип-новинках, девчонки. Он же у нас был, этот мист уже. Отдушка классная. Серия Океанум. Вообще, отдушка очень приятная. Многие распыляют не только актоник на лицо. Вообще, я его очень любила. Его очень любила и люблю. Он классный. Это вот такой, знаете, золотая середина. Он не утяжеляет. Но в то же время хорошо увлажняет. И на волосы, кстати, его. И после души, на мокрое тело, на кожу. Увлажняет. Легкое увлажнение. Как бы вот то, что нужно. Особенно на лето, на теплое время года. Он просто шикарен. Так, дальше, девочки. У нас тут с вами помадки-блески. В новиночках. Добавили новые оттенки. Глэм колор. Много новых оттенков. Я взяла рубиновый тон. Артикул 414-75. Чего-то яркого захотелось. Это ухаживающая губная помада. Очень увлажняющая. У меня уже такие были. Наклейка с вами плохо у нас. Отклеивается. Золотон рубиновый. Но я вот ориентировалась, конечно, на каталог. Но, как я поняла, уже многие оттенки с каталогом не совпадают. Смотрим. Рубиновый. Это такой освежающий цвет. Он вроде камеры, вот сейчас я вижу, по крайней мере, у себя уводит в малиновый. Нет, это действительно такой рубиновый красивый цвет. Вот так вот, да. Вот так вот хорошо передает. Потом на губках все вам обязательно покажу. Это хорошая ухаживающая помада. Высокопигментированная. Но аромат старинный. Не знаю, почему, но вот кремовые помады Фаберлик, они все-таки вот пахнут, как помады с детства. На самом деле. Аромат у помады есть. Кому это важно? Потом на губках все покажу. И у нас с вами вышли блески. Вот такие вот интересные. Я взяла уже здесь такой освежающий оттеночек. Мне он больше всего понравился. Карамельно-коричневый 418-33. Вот опять вот эта вот наклейка в этом месте совсем неудобная. Потом весь флакончик выглядит запачканным. Я понимаю, конечно, это как защита еще у нас идет. Но, тем не менее. Так, он с большим количеством шиммера. Смотрите. Смотрите. Видите? Блески золотистые переливаются. Прям вот с флакончика очень много шиммера. Вот такая вот кисть. Фокус. Вот такая вот кисточка. И с вотчем. То есть достаточно высокая у него тоже такая пигментация. Хорошо блестит. И мне кажется, он мега-липкий будет на губах. Я прям сейчас намажу. Вы знаете, нет. Нет, я ошиблась. Он очень плотный по консистенции. Он густой. Волосы попробовала. Даже волосы не прилипли, слышно? Ну, красивый блеск. Красивый. Переливается прям так здорово. Смотрите. Такой вот освежающий красивый оттеночек. Нюдовый. Ну, с таким подтекстом, небольшим, на коралл. Красивый цвет. Мне нравится. Так, будем потом все на губках с вами смотреть. Едем дальше. Что у нас тут еще интересно? У нас еще интересные вот такие вот вышли в серии. Эксперт ампулки. Ой, вот это вот с золотом. Смотрите тоже. То есть это у нас серия для ламинирования красная. Ампульный концентрат. Защита цвета. А, это защита цвета ошиблась. Масло камелии. Артикул. Все с вами будем делать. Все расскажу, покажу. 103-14. Какие они такие красивые тут. Смотрите. Три штучки. Прямо переливаются. Розовое золото. Розовая жидкость и внутри золота. Классно. Так, почитаем потом, как применять. И обязательно попробуем. Как бальзам или маску для волос написано. Так, дальше вот такие зеленые. Ампульный концентрат. Глубокое восстановление. Здесь Амло. Зеленая серия у нас в Эксперты. Это всегда Амло. 103-13. Вообще, с Амлой средства. Не смывашечки. Безумно крутые фиберлик. Я думаю, что и вот эта штучка будет работать по типу филлера. Посмотрим. Посмотрим. Все потестируем. Так, едем дальше. Дальше у нас обновили. Как правильно называется он сейчас у нас? А, нет. Это я, девчонки, взяла по ВИПу, по-моему. Три ролл гель от отеков в темных кругах под глазами. Я очень давно не брала эту штуку. Мне она безумно нравилась в свое время. Я ее часто заказывала. Потом как-то забыла под нее. Я вообще люблю хранить. Такую штуку можно в холодильнике, а можно и нет. Здесь сами ролики. Они всегда холодные все равно. Артикл 10-36. Это вот такая вот маленькая штучка, но хватает ее очень надолго. У кого отеки и темные круги под глазами, прям рекомендую присмотреться. Потому что на конце тюбика здесь вот такие три фокуса. Три металлических шарика. И они всегда холодные. Но если хранить еще в холодильнике, мне кажется, будет еще круче. И мы этими шариками массажируем верхние и нижние века. Вот так по кругу, с утреца, вместо патчей или после патчей. Кому как нравится. Они прям такие ощутимые. Холодненькие, несмотря на то, что у нас сейчас жара. Но я все равно храню в холодильнике. И вещь классная. Действительно освежает с утра взгляд. Снимает припухлости. Есть такой момент. Так, достаем дальше еще что-то интересного. Так, 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 так. Столько пудра. Наконец-то я хотела. Потому что очень много на нее положительных отзывов. И пудрами я пользуюсь крайне редко. Но, может быть, прям вот понравится сильно. Тем более, она матирующая. Сейчас у меня летом кожа жирная. Артикул 6048 я взяла именно в этом оттенке. Посмотрела, мне показалось, что он будет самым удачным для меня, по крайней мере. Так. Ой, ой, потрясла вас немножко. Смотрим. Вот она пудра. Будем на лице потом вместе тоже обязательно пробовать. Так, здесь у нас нет, получается, да, спонжика. У нас здесь нет спонжика. Вот она сама пудра. Камера выбеливает у меня, по крайней мере. Так, это какой-то беж. Здесь у нас такая пленочка защитная на зеркале, пусть пока висит. И можно немножко вот так посвучить пальчиком. Пуховочки, да, у нас здесь никакой нет. Ну, она вообще с кожей сливается, растворяется. Мне кажется, тут хоть любой оттенок берет. Но она блюрит. Как вот предыдущая пудра в серии коллаген. Она мне моментально затерла, видите, в этом месте пора. Видите, прям полоску видно даже. Она блюрит. Это очень круто. Невероятно крутые пудры. Стали делать Фаберлик. Что я, которая не пользуюсь пудрами, решила ими пользоваться. Дальше у меня сменный кушон для... Сменный блок для кушона. Я беру всегда в артикуле девчонки. А сменные блоки подходят к любому кушону Фаберлик. 6641. То есть я его вставляю в кушон ICO. Вообще блоки от Babyface, но я вставляю в кушон ICO. Потому что он у меня есть, от него баночка. К любым кушонам вообще подходят эти сменные блоки. 6641. И как он у нас выглядит. Ну, это такой вот бежевый, немножко под загар. Но он любой подстраивается под тон кожи. Он любой подстраивается. Сейчас, конечно, на моей загорелой руке он сильно выбеливает. Но сейчас я и не пользуюсь. Я себе так на зиму взяла. Он любой подстраивается. Я обожаю лучше тонального средства, чем кушон. Нет, не было никогда. Им надо просто приноровиться пользоваться. Просто кто-то брал и говорил, ой, не получается, ой, подчеркивает пор и так далее. Его надо правильно наносить. Он скрывает все недостатки. Личико делает ухоженным, блюрит. Его не видно абсолютно на лице, если правильно, опять же, его наносить. Поэтому да, да, всегда да. Так, а еще взяла себе кислородный питательный крем, потому что у меня весь уход позаканчивался. Буду его использовать, скорее всего, как дневной. Артикул 5797. Линейка Global Oxygen. Одна из любимых линейок. Очень круто работает. Очень круто работает. Ухаживает. Увлажняет. Я взяла именно питательный крем, потому что скоро осень. И даже если кожа в данный момент жирная, ее питать все равно обязательно тоже нужно. Если она недополучает питание и правильного очищения, она будет выделять еще больше себума. Здесь вот такая у нас с вами крышечка. И крем действительно питательный. Вот он прям питательный, питательный. Смотрите, какой. Такой достаточно густой. И сразу чувствуется, что все хорошо напиталось и увлажнилось. Очень классный крем. Вообще эту линейку люблю. В ней все средства абсолютно работающие. Слушайте, вот и все. 100 баллов я вам быстро так показала. Ничего себе. Вот он у нас, 13-й каталог, как раз, где у нас новиночки выходят. Обязательно сниму на него обзор. За регистрацию в этом каталоге уже будут денежки. Денежки приятно. Не всем там нужна какая-то продукция, допустим. Денежки всегда приятно. Поэтому имейте в виду, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под роликом. Можете и в личку написать. Все контакты в инфобоксе. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех любите. Всем пока-пока.